Область знаний Лекция на Радио Звезда Русские первопроходцы в поисках Северного морского пути Рассказывает историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов Область знаний Здравствуйте, дорогие радиослушатели Сегодня мы поговорим об освоении Сибири Очень интересная, важная и главная для российской истории, имеющая огромное значение тема И очень сложная, много разных сюжетов, интересных и просто удивительных сюжетов Которые остались малоизвестными, нерассказанными Одним словом, вне учебника истории Мы все знаем о походе Ермака Тимофеевича в Сибирь в конце 16 века Это рассказ достаточно известный Много памятников разных поставлено Ермаку, снят фильм Между тем, русские первопроходцы путешествовали в Сибирь разными путями И первопроходцев было много, не все стали такими звездами, как казацкий атаман Ермак Потому что не всех постигла такая счастливая судьба Между тем, сибирские земли открывались постепенно И существовал очень опасный, но одновременно очень быстрый путь по морю С выходом в Северный Ледовитый океан, туда дальше, за Урал И он осваивался преимущественно новгородскими купцами и поморами, жителями русского севера Они были искусны в кораблестроении и морской навигации именно в Северных морях Англичане, которые приплыли в Россию в середине 16 века Застряли под Архангельском, их оттуда спасали как раз поморы И они оставили воспоминания о том, что они идут по этому Северному морю Застревают во льдах, а их все время обгоняют небольшие суденышки помор И они куда-то, эти удивительные, бесстрашные люди, устремляются в эту Северную даль А им это не удалось сделать Между тем, даже англичане не могли представить, куда поморы устремляются Но находки, обнаруженные как раз на Таймырском полуострове в середине 20 века Это 40-е годы 20 века Сначала советские моряки, а потом уже целая группа археологов вслед за ними Обнаружили как раз на северо-восточном окончании полуострова Таймыр На пустынном острове Фадея и в заливе Симса удивительные вещи Они так и пролежали долгое время во льдах И вот эта вечная полярная мерзлота позволила сохранить для нас удивительные находки Находки состояли из-за остаток сооружений, зимовья так называемого Был разрушенный дом, сруб В этом доме были обнаружены охотничьи приспособления Даже огнестрельное ружье с пулями Большое количество шкурок пушного зверя Целый клад монет конца 16-го, начала 17-го века Здесь уже так немножко мрачненько, но стоит сказать, что и останки трех человек Русские первопроходцы в поисках северного морского пути Область знаний В процессе исследования ученые выяснили, что это зимовье предположительно существовало в 1617-1718 годах Эти люди там, на этом острове, к сожалению, закончили свой славный путь именно в это время Были попытки опровергнуть это, говорили о том, что, возможно, это более позднее время связывали эту находку с экспедициями монгазейских казаков конца 17-го века Но все-таки целый комплекс монет дает нам достаточно точную датировку, что не позже 1617 года могли эти люди там находиться Потому что монеты, повторю еще раз, это конец 16-го, начало 17-го века Самые последние монеты уже Михаила Федоровича Романова Самые первые, 16-ые, это монеты, относящиеся к Федору Иоанновичу Рюриковичу и Борису Годунову, правителям того самого времени Что же эти люди делали там на полуострове Таймыр? Сначала ученые считали, что это одна из многочисленных экспедиций, неизвестных нам, которая открывала морской, северный морской путь туда, в Сибирь Ну, потому что морем в Средневековье было гораздо быстрее добраться до нужного места, нежели суши Где непонятный рельеф, леса, всякие разбойники, а морем гораздо быстрее И да, действительно, совпадает и по времени, и по находкам Причем на месте были обнаружены еще остатки одежд И благодаря именно этой находке мы знаем, какие одежды в начале 17-го века носили мужчины Какой кафтан Остатки этих одежд были мастерски реконструированы И сегодня этот кафтан морехода начала 17-го века находится в нашем историческом музее В 17-м зале, его можно посмотреть Помимо кафтана были обнаружены такие специальные приборы навигационные, как компас И солнечные часы, которые тоже использовались для морской навигации И все это говорило о том, что это мореходы Самые важные остатки самого коча, как называли вот эти небольшие поморские суда в то время Эти остатки коча в виде весла, блока, даже части каната тоже хранятся в нашем музее С другой стороны найдены монеты в большом количестве И целый набор шкурок пушного зверя Это наводит мысль о том, что это люди были еще и промысловики Или, как тогда называли, промышленники Сегодня для нас промышленник – это человек, занимающийся Имеющийся завод и занимающийся каким-то массовым производством продукции Тогда промысел – это некое торговое такое занятие Занятие, занимающееся, связанное с добычей какого-то либо редкого продукта В то время редким продуктом была пушнина, очень дорогим Можно сказать, это была такая вот русская нефть 17 века Русское золото, тоже 17 века Кому как угодно, с чем можно сравнивать Пушной промысел приносил в казну в 17 веке примерно четверть всех доходов То есть это было серьезное предприятие А самое главное – огромное количество лихих людей, лишенных постоянного занятия Отправлялось на эти промыслы Уже к 17 веку большая часть населения все-таки уже закрепощена Крестьяне, дворяне – все так или иначе привязаны к государственной структуре, к царю А на севере очень много было как раз свободных людей в этом плане Занимающихся таким вот лихим занятием, авантюрным И вот в частности они занимались добычей пушнины Пушнину шкурки лесных зверей выменивали на разные другие товары Которые привозились из центральной России или делались на русском севере Это могли быть бусы, местные народы, которые там добывали эти шкурки Очень любили бусы, очень любили монеты Они видели в них вот такой блестящий металл, который можно пошить на одежде своих жен И так вот украшали себя, поэтому охотно за такие, казалось бы Ну я не говорю о монетах, я говорю о бусах Безделушки они обменивали шкурки животных Поморы русские люди эти шкурки забирали и, соответственно, отвозили дальше на русский север в Архангельск Из Архангельска шкурки попадали в Москву А из Москвы уже по воле государевые могли отправляться вместе с дипломатами в Европу Где обожали просто русскую пушнину Одаривали ей всех видных представителей королевских и императорских домов Особенно любили пушнину польские шляхтичи Для них предметом такого спора ожесточенного всегда было назначение в качестве дипломата в Москву Потому что польский дипломат однозначно получал набор шкурок от русского государя Вне зависимости от того, чем заканчивалась непосредственно его миссия Провалом или достижением Польские магнаты дрались буквально за место в посольстве в Россию Благодаря всей этой пушнине Ученые, уже обнаружив эти шкурки, обнаружив целый набор монет Пришли к выводу, что это промышленные люди Но долгое время господствовало мнение, что они шли с запада на восток Подобно тому кораблю советских моряков, который тоже оплывал Таймыр С запада на восток И так продвигались и открывали земли Со временем, уже к нашему времени ближе К концу XX века, начала XXI Наши ученые-современники доказали обратное Оказывается, эта группа людей путешествовала уже из Сибири Возвращалась обратно на русский север И, видимо, их небольшой коч сковали льды И они вынуждены были остаться на это временное зимовье Потому что не имело смысла ехать со шкурками в Сибирь А вот как раз везти шкурки обратно Смысл большой в этом как раз и был Потому что если бы они ехали в Сибирь, то шкурок бы у них не было Плюс еще в пользу этой версии говорят одни из останков Анализ антропологический Следующие нам данные предоставил Что останки людей, вот еще раз повторю, было три Два мужчины и одна женщина Женщина, судя по черепу, была выходца из Сибири То есть она была одним из таких тоже На самом деле часто встречающихся ходовых товаров Когда местное население отдавало женщин В качестве вот такого дара Купцам, торговцам, приходящим с той стороны Это известно по данным и североамериканским Такое тоже было Местные индейцы отдавали жен Поселенцам американским Английского, шотландского и прочего происхождения То есть это была такая расхожая практика У коренного населения Тех северных земель Очевидно, что с этим даром Можно было путешествовать в Россию К сожалению, до родины они не добрались Замерзли там, но вот благодаря этому трагическому случаю Вечная мерзлота сохранила для нас такой вот богатый материал По которому мы можем говорить и свидетельствовать О важном периоде развития Распространения русских по современной территории России И важных открытиях, которые уже состоялись в начале 17 века Бытует мнение, что достаточно часто полуостров Таймыр Уже в конце 16-го, в начале 17 века Поморы оплывали ради торговли пушниной Уже позже, когда был открыт другой северный заполярный город Первый русский город в Заполярье Который назывался Мангазея Стало ясно, что вот эта экспедиция Неудавшаяся на остров Фадея Она связана с таким коротким периодом Можно сказать, с периодом средневекового русского Сан-Франциско Когда в Заполярье была организована Практически беспошлиная Практически неконтролируемая торговля пушниной За счет вот этих северных морских путей Которые не могли никак контролировать русские чиновники И, возможно, это один из вот этих эпизодов Этой самой торговли Которая велась в самом начале 17 века Примерно до 20-х годов 17 века Русские первопроходцы в поисках северного морского пути Область знаний В 1622 году официально уже на законодательном уровне Царь Михаил Федорович Романов Запретил следовать морским северным путем Под угрозой смерти И после этого как раз, можно сказать, лавочка Вот этой беспошлиной торговли была прикрыта Советские ученые, естественно, считали Что это связано прежде всего с тем Что государство пыталось контролировать торговлю Собирать налоги Была и более интересная версия Что опять вот эти вот злые европейцы В виде коллективной Англии Они хотели, соответственно, через Мангазею И через северный путь контролировать Сибирь И действительно, в начале 17 века есть данные Что английская торговая компания планировала Колонизацию Сибири Как раз с опорой на Мангазею Это был такой план наряду с фантазией Насколько он был осуществлен, сложно сказать Но действительно, какие-то вот идеи у них были Но сегодня есть более практическая такая Более приближенная к реальности идея То, что многие первопроходцы Которые отправлялись этим морским путем Да, они огромное количество шкурок получали Как вот и та экспедиция, о которой я сегодня рассказал К сожалению, замерзшая на острове Фаде Но многие не возвращались И это стало поводом для остановки Государственным таким словом Достаточно серьезным Вот этой, можно сказать, пушной лихорадки Потому что и государству, и обществу В данном случае люди важнее Именно люди, они занимаются Всеми этими торговыми коммуникациями Осваивают эти регионы А, соответственно, устремляясь туда На этот восток с целями наживы Они часто погибают, замерзают там буквально И на начало 17 века просто не было коммуникации Для того, чтобы прокладывать этот северный морской путь Не было технологий Нужно сказать, что подобные путешествия Совершены были только уже к середине 18 века И мы знаем, что то самое окончание полуострова Таймыр Было исследовано Семеном Челюскиным Как раз в 1738 году А уж северный морской путь полноценный О котором мечтали англичане в начале 17 века И даже еще в 16 веке Они же зачем Сибирь хотели колонизовывать Они собирались побыстрее оказаться в Китае и в Индии Было такое представление, что север России Он не такой большой, как оказался на самом деле С Чукоткой, с Камчаткой На картах 16 века мы не найдем этого ничего И думали, что можно быстро так оплыть И уже в Китае, уже в Индии Собственно, в своих владениях Куда и планировалось А здесь оказалось, что это очень сложный путь И только в 1868 году На корабле Вега удалось полностью этот северный морской путь Обнаружить Причем его капитан достаточно пафосно заявил Что вот, мы прошли теми путями, где никто не бывал И никто не ведывал А оказалось, благодаря находке уже на острове Фаде Что были, и ведали, и проникали Только вот, к сожалению, это все В письменных источниках не было зафиксировано Поэтому было предано забвению Рассказывал историк Научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов Область знаний